Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и я искренне ненавижу Ксюшу Смирнову. И давайте не будем томиться в ожиданиях, и я вам всё объясню. Свет, камера, мотор! Итак, неделю назад я делал выпуск, посвящённый Ксюше Смирновой и тому чуваку, которого уже выгнали из Академии МВД. Мой выпуск был о сексе на танцполе в ночном клубе Мила. Ну и вы, естественно, все знаете эту историю. И в своём видео я говорил, что комментаторы в паблике МДК ведут себя немножечко лицемерно. Естественно, получил хайпа и хейта. Я доволен и тем, и другим. Но я не думал, я не думал, что Ксюша Смирнова после данного события поведёт себя именно таким образом, как она себя повела сейчас. Ведь именно после события вышла трансляция в Инстаграме. Я сейчас не счастлива. Мне сейчас очень грустно. Просто я стараюсь это скрывать. Я же не должна тут сидеть и плакать перед камерой. Инстаграм мне очень жалко закрывать, потому что там фоточки мои. Я просто не могу. Мне жалко очень Инстаграм закрывать. Она пусть говорит, что я не пойду. Я не собираюсь это всё сильнее раскручивать. И в этой трансляции, в своей трансляции в Инстаграме, Ксюша нам даёт понять, что она не будет ходить на какие-то телешоу, не будет давать интервью, не будет комментировать это, и уж тем более не будет зарабатывать на этом деньги. Ведь ей как бы приносит это боль. Ведь мы можем посмотреть на её страницу ВКонтакте, на её посты, которые она там писала. Кстати, забавно, сейчас страница заблокирована. Но вот прошло какое-то время, и получается, что Ксюша лицемерила. И в том своём видео я слишком легко по ней прошёлся. И вот сейчас нужно пройти сильнее, потому что я ненавижу лицемерие. В том видео я оскорбил комментаторов, а сейчас оскорбляю тебя. Сейчас идёт якобы травля. Ты едешь побеседовать с Шурыгиной, чтобы узнать у неё, как пережить это. Так вот, что, Ксюшечка. Я не призываю травить тебя, но я надеюсь, что травля не закончится, а будет сильнее с каждым днём. Потому что ты тот гнилой, гнилой и грязный гнойник, который нужно вскрыть и слить в унитаз то, что выдавится из него. Ты говорила, что не будешь ничего делать, куда не поедешь, не будешь давать интервью, что тебе всё это неприятно. А сейчас ты со своим отцом летишь в Москву, записываешь передачу, беседуешь с Шурыгиной и продаёшься в Инстаграме. Теперь ты бизнесмен, у тебя почти 20 тысяч подписчиков в Инстаграме за неделю. Хотя я не понимаю людей, которые на тебя подписались. Это, видимо, те, кто тебя поддерживают. Хотя, чё тебя поддерживают-то? Тебя не изнасиловали. Тебя не избили. Тебя даже не отчислили из университета. И если верить новостному порталу Лайф, который я ненавижу за то, что он чистит мои комментарии, видимо, боясь моей точки зрения, но не суть. Если ему верить, то ты сама отчислилась, потому что испугалась комиссии, типа решила пойти на опережение. Но это не так. Ты просто испугалась, потому что тебе нечего сказать. Потому что ты слабый человек. И хочешь при этом в лёгкую сейчас заработать денежных средств. Потому что своей головы не хватает. Мозгов не хватает. Поэтому так и произошло. Ты не знаешь, что такое учёба, что такое работа, что такое жизнь. Поэтому попадаешь в такую дурацкую ситуацию. Резко реагируешь на травлю. Льёшь слёзы. Я надеюсь, я очень надеюсь, что твоя жизнь сложится очень плохо. Потому что ты и так-то на вид не особо красавица. Тебе ещё года два более-менее нормально выглядеть. И дальше всё, потому что ты и сейчас не особо хорошо выглядишь. И я надеюсь, что вот эти вот год-два, может быть, чуть побольше, и всё. И про тебя не то, чтобы забудут, а забудут про тебя через полгода. Про тебя не то, чтобы забудут, ты нахер никому не будешь нужда. Я надеюсь, что ты найдёшь какого-нибудь тракториста, который тебя обрюхатит, а потом сбежит. И ты будешь жить с десятью детьми, которые впоследствии будут тебя сжирать заживо, потому что у тебя не будет денег на кормёжку. Потому что ты ничего не умеешь. Сожжут тебя, твоих родителей. Я на это надеюсь. Я к этому не призываю. Я на это надеюсь. А ты, дорогой мой зритель, ты слишком резко отреагировал на прошлое моё видео, обосрал меня. Да, возможно, я не заметил в этой девочке мразоту. Но потому что тогда и не было ничего понятно. Мразутой тогда был ты, комментатор, который гнобил. Я защищал, потому что я думал, что человек не пойдёт путём лицемерия. Но он сейчас пошёл. И поэтому призываю вас продолжать то, что вы делаете. И я сейчас не про какой-то хейт в её сторону. Не про уничтожение её личности. Нет, призываю вас продолжать жить и делать то, что вам нравится. Если вам нравится это, ну, окей. Если вам нравится что-то другое, тоже окей. Но если ты разделяешь мою точку зрения, если ты ненавидишь, так же, как и я, вот этих лицемерных мразей, то распространяй данное видео, подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. Ну, а если ты всё тот же быдлан из интернета, который, помимо как писать комментарии, больше ничего не умеет, не хочет ни в чём разбираться, а просто дрочит на какие-то видео, а потом оскорбляет участников, то пошёл ты нахуй с моего канала. Ты не моя аудитория. Ты мне нахуй не нужен. Ну, а с вами был, я, если будет всегда, Данила Рышкин. Самый субъективный передач на всём Ютубе и во всём интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.